Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я назову вам 7 правил здорового питания. Досмотрите видео до конца, потому что каждое из этих правил важное, но они не будут работать без последнего седьмого правила. Первое. Здоровое питание – это не просто выбор диеты, это образ жизни, который может существенно повлиять на наше физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Наука о питании и диетологии предлагает четкие рекомендации, которые помогут нам сделать осознанный выбор в пользу той пищи, которую мы потребляем. Прежде всего, сбалансированная диета, богатая фруктами, овощами, цельными злаками и белками, качественными белками, обеспечивает организм важнейшими питательными веществами, необходимыми для оптимального функционирования. Эти продукты богаты витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет, помогают контролировать вес и снижают риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и даже некоторые виды рака. Второе. Контроль порций – это еще один важный показатель, важный аспект здорового питания. Употребление пищи в необходимых количествах, в небольших количествах, позволяет удовлетворить потребности организма в питательных веществах, не переедая, потому что переедание может привести к увеличению веса и к сопутствующим проблемам со здоровьем и с желудочно-кишечным трактом в частности. Третье. Питье – достаточное количество воды, необходимо для восполнения водного баланса организма, для нормального пищеварения и усвоения питательных веществ. Замените напитки с сахаром на воду или на травяные чаи. Это может значительно снизить потребление калорий и помочь вам поддерживать здоровый вес. Четвертое. Правило. Включение в свой рацион разнообразных продуктов питания. Это имеет решающее значение для получения широкого спектра питательных веществ. Например, правило радуги, когда разноцветные фрукты и овощи и зелень предлагают нам уникальные сочетания витаминов, минералов и антиоксидантов. Цельные злаки содержат необходимую клетчатку, которая способствует пищеварению, и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Качественные белки необходимы для восстановления и роста мышц, а полезные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах, жирной рыбе, в оливковом масле, необходимы для здоровья мозга и снятия, снижения уровня воспаления. Пятое. Планирование и приготовление пищи играют важную роль в соблюдении принципов здорового питания. Заблаговременное планирование питания поможет избежать выбора нездоровой пищи в самую последнюю минуту. Я рекомендую планировать меню на неделю и закупать продукты также на неделю. Это очень-очень удобно. Приготовление еды дома позволит вам контролировать ингредиенты, те, которые вы добавляете в пищу, и, конечно же, способы приготовления, что облегчает соблюдение правил здорового питания. Шестое. Разумное питание. То есть это практика внимательного, осознанного отношения к еде. Когда вы намеренно, момент за моментом, потребляете пищу. То есть эта практика подразумевает медленный, осознанный прием пищи, смакование каждого кусочка и прислушивание к сигналам организма о голоде и сытости. Такой подход поможет предотвратить переедание и повысить удовольствие от еды. Седьмое правило. Важно обеспечить гибкость в питании. Периодические поблажки или так называемый читмилл – это часть сбалансированного образа жизни. Отказ от любимых продуктов может привести к еще большей тяге к этим продуктам и перееданию. Главное – это умеренность и осознанный выбор, который соответствует вашим целям в области здоровья. Читмилл тоже имеет свои правила, которые нужно соблюдать. Для того, чтобы вы получили максимум пользы и удовольствия от читмилла, то есть от дня, когда вы нарушаете диету, если у вас есть вопросы по питанию, по похудению, то вы можете задать их на диагностической консультации. Запись осуществляется на моем сайте, ссылку на который я оставлю под этим видео – докторзарифа.ру. Я желаю вам королевского здоровья, любви, добра и света. Ваша доктор Зарифа Романова.